Члены правительства обсудили и ход подготовки республиканского бюджета на три последующих года. В Минфине отмечают, что законопроект прошел публичное слушание и уже 21 ноября будет рассмотрен депутатами Госсовета. Те предложения, которые конструктивны и в рамках бюджетного законодательства, они учтены. Но те предложения, которые просто популистические заявления, особенно это часто бывает от оппозиционных, не часто, а все время от оппозиционных партий, но, соответственно, они не могут быть приняты для исполнения, потому что они нарушают бюджетное законодательство, не в рамках действующих нормативных правовых актов, и поэтому, в общем-то, все конструктивные предложения, они учтены. При рассмотрении главного финансового документа обсуждалась и тема ежемесячных выплат семьям за третьего и последующих детей. В республике их планируют возобновить. Федеральные ведомства уже были направлены обращения. Сейчас подключилась уполномоченная тоже по защите прав ребенка, Анна Юрьевна, и мы два дня тоже обсуждали этот вопрос. Расчеты тоже представили, это для сведений, для учета. Они собирают так уже общественный институт по всем регионам для того, чтобы еще раз поднять этот вопрос на уровне федерального центра руководства страны. Расчеты с нашей стороны все представлены. Мои обращения неоднократные в адрес представителя правительства Российской Федерации, в адрес вице-премьера Федерального министерства труда и ряд других там обращений с подтвержденными, аргументированными расчетами.